Владимир Иванович, серьезный разговор сейчас прошел, да? Важно руку на сердце. Насколько вы оцениваете работу правительства за прошедший вред и в плане выполнения указов в президентстве, и в плане антипризисных мероприятий? Как вы оцениваете работу? Ну, вот так же, как вы сказали, положа руку на сердце, должен сказать, что правительство Республики Владимир Иванович с Вячеславом Михайловичем работает, на мой взгляд, достаточно эффективно и, самое главное, системно. Поэтому мы сегодня, подводя итоги, говорили о том, что и в целом работает план антипризисных мероприятий, достаточно системно организованных исполнений всех указов президента. И более подробно мы сегодня говорили о выполнении 600 указов президента, в части, касающейся выполнения поручения президента Владимир Ивановича Путина по расселению аварийных жеков. Вы знаете, мы в прошлый раз с вами общались, что здесь были в Республике предметные трудности. Ну, а то, что сегодня нам сообщил заместитель, председатель правительства Республики, то, что мы сумели сегодня посмотреть, то, что имеются согласованные программы по этапам с государственной корпорацией, фондом содействия развития ЖКХ, но меня убедило в том, что и это поручение главы нашего государства по республике в коме будет в этом. Владимир Иванович, Вячеслав Михайлович, состоялась сегодня встреча Пятнады. Какие вопросы обсуждались на этой встрече? Какие просьбы есть у Республики? И в чем готово оказаться действием правительства? Ну, если коротко, то у нас есть, Вячеслав Михайлович, понимание по тем вопросам, по которым необходимо оказать содействие. В общем-то, все эти вопросы, они будут доведены до руководства соответствующих профильных министерств и ведомств, а также руководства правительства. Какие-то разночтения, разногласия с Вячеславом Михайловичем у нас нет, если коротко. Если позволить так, то в двух словах просто действительно есть рабочие вопросы, которые касаются наших взаимоотношений с федеральными министерствами. Там по нашей совместной работе по проблеме угля, по проблеме подходов к тому, как должна быть энергетика, работа по энергоэффективности в Республике, с той же программой занятости и так далее, где, конечно, поддержка Владимировича, полпредства, она была бы нам не лисней для того, чтобы эта позиция, которую мы считаем достаточно аргументированной, была бы все-таки не просто услышана федеральным центром, но и поддержана. Потому что это даст возможности нашей экономике более уверенно себя чувствовать и вперед, так сказать, вот сейчас кризису, но и самое главное, даст возможность уверенно развиваться в будущем. Поэтому мы и обратились за поддержкой Владимира Ивановича по комплексу таких вопросов, абсолютно рабочих. Владимир Иванович, Вячеслав Михайлович, Вы сегодня посетили новый ТЭС. Как Вы оцениваете его с точки зрения, выполнение также и майских указов, и энергоэффективности? Ну, проект достаточно интересный, я бы сказал, даже уникальный проект. Мне не приходилось вот видеть ни в округе, ни в стране подобных станций. Во-первых, это решение экологической проблемы, да, вот, расчистки тех, многолетних завалов, которые имеют место быть на площадке. Во-вторых, это решение вопросов отхода лесопромышленного комплекса. Во-третьих, это дополнительные возможности по генерации тепловой и электрической энергетики. Во-вторых, это занятость. Значит, и самая главная возможность расширения производственных мощностей напрямую не связана с генерацией. Там есть замыслы по тепличному хозяйству и по рыбоводству. В общем, достаточно интересные проекты. Самое главное, по заявлениям собственника, собственно, как раз, да, собственник. Окупаемость проекта 5 лет, на мой взгляд, это очень эффективно с точки зрения инвестиций и капитальных вложений. Ну, и плюс то, что это как раз те самые, в том числе, высокотехнологичные рабочие места, которые вот в рамках майских показов мы тоже должны содействовать, потому что они возникали. Коллеги, последний вопрос. Началат Михайлович, нужна ли республике программа переселения граждан из аварийного жилья после 2017 года? И вот Владимиру Ивановичу вопрос, рассчитывать ли регионам на пролонгацию вот этой очень востребованной программы? Ну, решение уже состоялось. Программа будет и после 2017 года. Ну, наверное, в новой программе будут учтены те наработки, которые будут были при реализации ныне действующей программы. Как бы, вопросы еще остаются. Достаточно также подробно сегодня обсудили. И вопрос о долговечности возводимого жилья. Кстати, вот по долговечности возводимого жилья в республике особо проблем нет. Но у нас есть проблемы. У нас есть проблемы, потому что, конечно же, быстро возводимое жилье может быть себя и оправдывает в каких-то южных регионах странах. Но с учетом наших климатических условий, на мой взгляд, оно малопригодно здесь у нас. И с точки зрения действующей формулы один в один, вы знаете, да, когда по метражу, а это влечет за собой, что у нас каждый проект становится индивидуальным проектом. Мы достаточно подробно обсуждали этот вопрос на совещании в Валпредске с приглашением всех высших должностных лиц, руководства государственной корпорации. Ну и, в общем-то, как мне показалось, подвижки какие-то в этом плане будут. Мы-то выступаем за то, чтобы у нас были некие универсальные проекты, которые заранее можно просчитать, в том числе и по себестоимости при их строительстве. Вот, естественно, с некими поправочными коэффициентами, исходя из природных и климатических условий. Ну, от себя могу добавить, что, конечно, в республике есть потребность эту программу продолжать. И после 2017 года никогда не было секретом то, что доля аварийного жилья, ну, исторически так сложилось, с учетом освоения. Для республики она достаточно высока была у нас в республике. И, конечно, все то, что зарегистрировано было по состоянию, там, на 1-е, на 12-е года, это отнюдь не все аварийное жилье, да, которое в республике есть. Поэтому, конечно, мы очень благодарны руководству страны, если эта действительно программа будет продолжена, и мы со своей стороны, естественно, будем участвовать. Продолжение следует...